Что, Рошель, как? На пенсии жизнь только начинается, уверена Галина Гавриловна. Жена военного, она часто меняла место жительства, работала инженером и юристом, а после 60-ти решила покорить сцену и стать актрисой. И настолько это нравится, это захватывает, это впечатляет, это хочется еще и еще повторять. Да, мы волнуемся все перед выступлением, все нервничаем, но вы знаете, вот выходишь на сцену и понимаешь, как это хорошо, как это важно, как это нужно. Сегодня у Галины бенефис. Впервые артисты театральной студии активного долголетия выступают перед публикой. Поддержать Галину пришли дочь и внучка. Она всегда меня поддерживала, пока я была маленькая, мне тоже это было всегда интересно. Я в детстве хотела стать актрисой, мама мне тоже помогала учить всякие роли, реплики. И когда мама мне сказала, что теперь она хочет попробовать себя в роли актера, я поняла, что это для меня теперь возможность поддержать маму. Театральная студия недавно отметила свой первый день рождения. В труппе долголетов сейчас 9 человек, но Игорь Иванов единственный мужчина. Игорь Николаевич в студию попал по счастливой случайности. Однажды провожал на репетицию супругу Людмилу Баранчикову, и теперь они неизменные партнеры на сцене. За эти два месяца столько всего мы с женой увидели, посмотрели и почувствовали. И вот даже вот уже попробовали себя в качестве артистов. Замечательно. Никогда не поздно. Чехов, Тома, Горький и Зощенко. В зале полный аншлаг. Зрители принимали не хуже, чем в профессиональном театре. На сцене каждый участник театральной студии стремится отдаться полностью творческому процессу, говорит режиссер студии Александра Лискина. Благодаря их желанию не просто жить, а вот существовать в этой творческой среде, создавать и узнавать что-то новое, получается вот этот котел стремления, некоторого таланта, желания, органичности, которые дают по итогу все равно свои плоды. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телеканал Одинцова.